22 февраля День выборов в местные советы депутатов-трудящихся. Город Омск. 6 часов утра. На участок, где баллотируется в депутаты товарищ Сталин, сотни избирателей пришли задолго до начала голосования. Первыми получают бюллетени с дорогим именем вождя, старший машинист паровозного депо Илья Васильевич Иволкин, конструктор Голубкова. «Знают люди в нашей стране. Сталин — это не быть войне. Сталин — это свободно жить. Сталин — это счастье творить». Не забудут этих торжественных и радостных минут и о мечи, и избирателей участка номер 37 в Барнауле. Текстильщики меланжевого комбината продовыми победой подкрепили свое право опустить в урну этот бюллетень. Мастер Григорий Тихонович Паулин, потомственные вкачихи сестры Бобины, счастливы отдать свои голоса за великого всенародного кандидата. С именем любимого вождя идут к избирательным урнам и новосибирцы. Эти девушки сегодня голосовали впервые. Голосовали за Сталина. Они знают, Сталин — это мир. На их глазах мирно живет, растет, день и до дня хорошеет город Новосибирск. Строятся новые рабочие поселки, студенческие общежития, кинотеатры, новые клубы. Этого клуба не было еще год назад. Сейчас на новый избирательный участок идут станкостроители завода имени Екремова, создатели первоклассных уникальных станков. Наш микрофон установлен на избирательном участке номер 7. Сейчас голосует лучший скоростник-расточник Николай Каузов. Технолог Павел Ефимович Шершов, один из зачинателей движения Тысячников. Бывший фронтовик, мастер литейного цеха Павел Васильевич Осипчуков. Все они отдают голоса за родную советскую власть, которая высоко подняла звание простого рабочего человека. Голосует семья Поповых. Отец — работник завода. Дети — студентка, инженер, мастер цеха. Молодежь твердо уверена в своем завтрашнем дне. Как же не веселиться в такой праздник? Празднично в этот час и на селе. Колхозники артиле 1 мая Барабинск в районе Новосибирской области с большим патриотическим чувством выполняют свой гражданский долг. Среди лучших людей колхоза — глядница Стофьевская, доярка Токарева. Дружники сельского хозяйства единодушно голосуют за укрепление колхозного строя, за рост культуры в деревне. Немало юношей и девушек из разных сел и деревень Сибири учатся в институтах Томска. Для них построены эти общежития. Им созданы все условия для отличной учебы. Им передают свои знания такие ученые, как профессор доктор Стыльников, гауреат Сталинской премии профессор Курев. За передовую советскую науку. Фронтовик Михаил Холмов и его друзья отдают свои голоса за советский общественный строй, который открыл перед молодежью широкий путь в жизни. Окончив вузы, эти юноши и девушки пополнят ряды специалистов и в селах, и в городах Сибири. Многие из них будут работать здесь, в столице Кузбасса. Со временем предыдущих выборов местной советы в Кемерово произошли большие перемены. Трудящиеся получили свыше 50 тысяч квадратных метров новой жилой площади. В городе открылись новые магазины. Кафе-столовая. Построен мост через реку Томь, связавший окраины с центром города. С гордостью за свой растущий город, благодарной партии правительству за заботу о советском человеке, голосуют комсомолка Зоя Березовская, слесарь Ботанов, шахтеры Бурлов и Щеглов. Все они отдают свои голоса за достойных кандидатов к нерушимому блогу коммунистов и беспартийных. Их наказ депутатам. Крепить новой пятилетке экономическую мощь Родины. Продолжать строительство в городах и селах. Развивать сельское хозяйство на базе высокой техники. Улучшать материальное благосостояние трудящихся. Такова воля народа. Я опускаю урну-бюллетень за мирный труд, за свет улыбки детской. За то, чтоб встал над всей землей день, рожденный здесь, в моей стране советской. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова